На 1 августа текущего года под наблюдением наркологической службы Чувашии состоит 1149 человек с диагнозом наркомания и 1840 человек в группе профилактического наблюдения. По сравнению с прошлым годом отмечается снижение числа больных наркоманией почти на 8%. Но несмотря на общую положительную картину, наблюдается рост числа несовершеннолетних, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. За 7 месяцев 2014 года были задержаны 19 человек. В 2013 году их было всего 8. В этой связи рекомендовано усилить работу по формированию здорового образа жизни среди учащихся общеобразовательных учреждений. В последние 3 года в рамках реализации и модернизации системы общего образования мы более 100 миллионов рублей направили на преодоление только спортивного оборудования, оснащение спортивных залов. Сегодня в этом году запустили проект строительства и ремонта, точнее, ремонта и конструкции спортивных залов сельских местностей. Это 26 лет в первом сентябре на Байдургской. И плюс, конечно же, проект будет продолжаться в течение 3 лет. И еще есть надежда, что с учетом того, что республика эффективнее использует выделенные ресурсы, и еще 13 миллионов мы ожидаем до конца года. Большую роль в пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании играет с развитием массового спорта. В городах и районах принята программа по реконструкции и возврату объектов спорта, которые в свое время пришли в негодность. Это позволит создать условия для занятий спортом всех желающих и особенно детей, относящихся к специальной группе здоровья, отметил министр образования и молодежной политики Чувашской республики Владимир Иванов. Еще один немаловажный аспект в борьбе с наркоманией – это информационно-просветительская работа. В республике проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью». На номер горячей линии любой желающий может позвонить анонимно. На сегодня количество участников – около 4000 человек. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика.